18 февраля отмечен в российском календаре как день воссоединения Крыма с Россией. По случаю этой даты в Наринмаре прошли торжественные мероприятия. Тематический концерт, фотовыставка и вручение паспортов юным гражданам России ознаменовали Крымскую весну в нашем регионе. Подробности у Анастасии Евтысой. Мы любим Россию! Да! Не слышу! Мы любим Россию! Да! Празднование Дня воссоединения Крыма с Россией началось на Ненецкой земле с торжественного концерта «Русская весна». Песни группы Любея и других отечественных исполнителей с новой силой зазвучали в исполнении творческих коллективов Арктики, эстрадно-джазовой студии «Импровиз», концертного ансамбля Дворца культуры и образцового коллектива «Травушка». Никто не остался равнодушным. Каждая песня откликнулась с сердца слушателя. Красной нитью через весь концерт прошел дух патриотизма непобедимого российского народа, преданного своему отечеству. Дорогие друзья, именно эта любовь делает нас сильными и непобедимыми. Именно эта любовь у нас в крови, в характере, в генах. Мы вместе за Россию, за президента! Всех поздравляем с праздником, желаем единения, веры в нашего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и в нашего российского солдата. Ну, за душу берет. Действительно, я думаю, что всеми фибром и души. И я проникся, и те, кто здесь присутствовал. Россия – это государство великое. Большой интерес вызвала и фотовыставка «Крымская весна». В ней отражены главные события восьми лет после воссоединения Крыма с Россией. Конечно же, гости выставки не прошли мимо фотографий знаменитого Крымского моста и трассы Таврида. Сразу после концерта состоялось торжественное вручение паспортов юношам и девушкам – активистам, отличникам и лидерам. Софья Андреюк неоднократно становилась победителем и призером конкурсов различного уровня. В праздничной обстановке она получила первый в своей жизни паспорт. Мне все понравилось. Я рада, что мне выдали паспорт в такой обстановке. Очень красиво. Паспорт гражданина России – это не только документ, удостоверяющий личность. Это еще и ответственность перед своей страной. Поэтому я хочу вам пожелать чувства ответственности. Ответственности за нашу страну. Я думаю, что с этой ответственностью вы обязательно справитесь. И мы будем гордиться вами, а вы будете продолжать традиции своей большой родины, великой родины России и малой родины Ненецкого автономного округа. Чувство патриотизма – одно из главных качеств граждан Российской Федерации. Сегодняшнее мероприятие – прямое тому доказательство. Напомним, в марте 2014 года на референдуме в Крыму и Севастополе подавляющее большинство участников проголосовали за присоединение к России.